И снова здравствуйте дорогие зрители, с вами я Алексей, вы смотрите ютуб канал Парадим, мы продолжаем строить ферму кактусов. Мы её будем строить ещё очень долго и очень далеко, то есть высоко. Нам нужно много кактусов, по крайней мере мне точно нужно. Здесь я не понимаю по-прежнему почему так лагает. Это что, лошади типа такие неоптимизированные? Вот здесь не лагает, 20 фпс там, по 30 фпс. А здесь лагает дальше. Или нет, тоже не лагает, просто кажется видимо. О, тоже смотрите, впритык прямо получилось как. Так, 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 так. Эти новые блоки, они очень лагучие. Когда в Майнкрафте было мало блока, он был менее лагучим. Я вообще не понимаю, как можно заставить такую игру как Майнкрафт лагать. Ну, это старая шутка, конечно, но всё же. Как можно было сделать такую лагучую песочницу? Вот как? Как? Nothing else matters. И, конечно же, вот эту вот всю фигню. Давайте овечек побреем. И ещё можно вот этих осьминогов поубивать. Это нам пригодится для Мисткрафта. И к тому же меньше лагать будет, если мы их поубиваем. Так, берём, значит, коричневый овец. Коричневый овец. Овен. Барашка. Барашка, барашка, иди сюда, барашка. О, боже. Осталось только сырый овец побрить. Бреем сырый овец. Побрили сырый овец. Теперь идём куда-нибудь собирать какое-то говно. Есть идём куда-нибудь собирать какое-то говно. Да, пора уже давно добить этот топор, потому что он нам вообще не понадобится никогда больше. Ведь у нас есть наш чудесный амулетик, который сделает нам всё, что мы захотим. Даже отсосёт лишнюю материю. О, да. Обожаю срубать деревья полностью. Деревья, сруби их полностью. Всё. Здесь мы разобрались. О, овец опять тут разбушевался. Овец стал опять шерстистым. Надо его побрить снова. Наверное, надо повырубать деревья, чтобы лучше нам стало. Вообще, здесь как-то и пещер нету. Почему в месте, где нет пещер, нет мобов и так далее, так лагает? Это странно. Это странно, это очень странно. Так, яблочко. Смотрите, паркур. Паркур на 12 фпс. У меня 12 фпс, и я паркурю тут вовсю. Ну, ничего страшного. Кстати, овцу можно, по идее, отбелить. И то есть быстрее белую шерсть накопить. Но я не хочу этого делать. Ой. Здесь нужно разместить заново. А то не вырастет. Так. Так. О, смотрите. Раз и пол стака. И нормально будет. Однако. Однако. 2856. И давайте так оно изучится. Еще 7 требуется. Да, по идее, оно изучает и так. Так. Вот. 3000... Сколько-то там? 3112. И сколько требуется древесина акации? 14 или больше. Вот. Давайте дадим ему его. И он теперь изучил? Да, изучил. То есть, в принципе, так можно ему скармливать все, что захотим. Так и так. Все. О, еще что-то сюда упало. Вы видели? Даймонды можно крафтить. Но это фигня. Полнейшая. Вот опять что-то сейчас упадет сюда. Сколько? Это 3656. Нет, не упало. Ну и ладно. Иногда падает все равно. Ну и все. Теперь мы пойдем, наверное, вниз что-то копать. Хотя нет. Мне нужна книжка. И книжку я смогу сделать вполне себе. Это во-первых. Во-вторых, надо вспомнить еще кое о чем. А точнее о наших, в общем-то, пшенице. Которую мы будем спавнить для того, чтобы кормить коров. Которых мы, в общем-то, будем держать где-нибудь здесь. Так, а что-то пшеница нифига не растет. Видимо, слишком далеко я ее посадил. Ну да, хреново это. Очень даже хреново. Ничего не поделаешь. Долбаный конь. Как-то пшеница вообще не растет. Видимо, потому что я постоянно там находился. Хрен знает где. Так, ну, значит, раз пшеница недоступна, будем книгу из того, что есть делать. Так, ну, книгу не из пшеницы-то делают. Но, тем не менее. Ммм, и вопрос. Что еще? Кожа, по-моему, нужна, да? Три бумажки и кожа. Все, книга. Теперь книга плюс какое-то говно. Плюс алмазы. И плюс обсидиан. Два алмаза всего лишь надо, зато у меня обсидиан есть. Круто. Ой. Алмаз сюда нет. Сюда алмаз не надо. Вот сюда давайте. Все, сто зачарований. Его, кстати, можно грядануть. Вот сюда поставим, чтобы потом здесь окружить книжку, полками книжными, точнее. Эффективность и прочность. Прикольно. Так. Спим. Крейт и песок. По-моему, там было 856 или сколько? Интересно. Сейчас будет больше. 3720. Как? Или 656, а теперь 720. Ну, в общем, увеличилось количество и будет увеличиваться еще и впредь. Это хорошо. Дальше, что еще? Нам нужен энчентинг плюс стол. Есть специальный стол улучшенного энчанта. И, в общем-то, он нам дает всякие бонусы. Письменный стол, доска письменного стола. Что-то еще нам нужно. Портфолио символов. Да, сюда можно эти символы засовывать. Но вопрос в другом. Вот. Advanced Enchantment Table. Нужно, значит, вот такая книжка и ОК Эндера. А это мы не можем сделать. Да, то есть, в принципе, мы можем просто апгрейд сделать для этого всего. Плюс обсидиана нам не хватает. Стабильная ткань. Что за стабильная ткань? А, ОК Эндера и мировая нить. Офигеть просто. Дешевый же крафт. Как это? Два ключа разлома становятся одним ключом разлома. Это как так. Кварцевая дверь. Странно. Как ее делать? Личная пространственная дверь. Вот эта вот штука, она просто офигенная. Она создает нам нашу, эту, карманную вселенную. Ну, вы видели в этом. Я помню, у меня есть ностальгия крафт. И там точно такой же мод. И то есть, я этими пространственными дверями пользовался там. Ну, естественно, мое видео не было популярным. Как и всегда. Нужно, значит, только Эндера. И две железных двери, да? Измененная ткань. Это как она никак не крафтится. Измененная ткань. Прикольно. Вот эта штука тоже, блин, дорогая. Мне нужны Эндермены. Чуваки. Эндер, Эндер, Эндермен. У него огромный член. В общем, алмазы я тратить не буду. А вот железо я бы потратил. А также давайте побреем овец. Овец, иди сюда, овец. Ща я тебя побрею. И потом что-то с тобой сделаю. Почему только одна шерсть, овец? Ты чё, меня не уважаешь вообще? Жлобишься, шерсти не даёшь. Столько, сколько мне нужно. Долбаные лошадки. Ненавижу вас. И деревня дебильная у нас попалась. И вообще всё дебильное. В общем, я злой. Я очень злой. Э. Кстати, вот арбузы, что же, если бы у нас были, мы бы могли их сделать, то есть, бесконечными, как бы. Но это мы только могли бы их такими сделать. Это не значит, что сделаем. Так. Там растёт вроде бы пшеничка потихонечку. А мы бежим сюда и занимаемся всякой фигнёй. Давайте железо, что ли, возьмём здесь. Потому что... А, у нас железо есть, в принципе. Давайте тогда просто скормим сюда всё. Кроме обсидиана, пожалуй. А ещё яблоко сохраним. Когда-то яблоки вообще не крафтились. И, в общем-то, они были очень редкими. И ценными. Теперь всё изменилось. Э, печка! Печка! Открывайся, сволочь! Сраная печка, ненавижу тебя. Так. Значит, так. И что? Железо давайте. Ой. Три железных кирки. Окей, пригодятся. Железную броню пока что не буду крафтить. Но, в принципе, нужно иметь в виду, что её можно крафтить и нужно крафтить. Э! У меня двое штанов. Зачем мне двое штанов? Мне одни хватает. Так, эффективность 2. Пригодится. И 3. Эффективность и прочность. Ну, нормально. В принципе, на первые уровни очень неплохо чаруется. Именно поэтому зачаровальный стол это очень ценная штука. Всегда его крафтите. Ммм, да. И... И, и, и... Давайте тут немножко вот это угля возьмём. Ой. Вот. И, о, нажмём, чтобы не мешала вот эта вот менюшка долбанная, выскакивающая. Надо вообще там воды налить. Я же запросто могу это сделать. Чтобы быстрее спускаться. Смотрите, значительно быстрее кирка работает. Уже и прикольнее тут копать. Но всё же я хочу алмазы. Ну, вообще-то я хочу эндерменов. Эндерменов, потому что без эндерперла вообще как-то очень жестоко. Один эндерперл нашёл и всё. Где-нибудь здесь эндерманешка есть. Эндермен, эндермен. У него огромный пинус. Всё. Здесь мы всё подобывали. Ну, почему? Мне нужно ещё 20 угольных блоков на самом-то деле. Чтобы получить некоторые вещи тоже. Интересные. Так, так. Вот бы ещё удачу получить на какую-нибудь кирку. Ну, в принципе, в итоге у нас будут кирки чисто с удачей, с шёлковым касанием. Ну, с удачей 3. Удача 3 это круто. Так, так, так. Копаем. Очень много копаем. Ставим. Ставим. Копаем дальше. Нудно. Ну, что поделаешь. Так. Копка-копка. Запятая. Вышла вот такая зая. Так. блин ну почему здесь ничего не встречается кроме каблы к была мне не нужна мне нужны ценные всякие вещи хоть бы уже редстоун попался о золото золото это неплохо но его я не буду я его буду выплавлять именно а потом уже сбывать куда нибудь так редстоун прикольно я слышу эндермена эндермен эндермен хоть бы на голову не упал зараза такая тут где-то или может это на поверхности а вот он так а у меня тоже нету ну что эндермена киркой замочим еще один эндермен это хорошо больше шансов что выпадет эндерперл я двух эндермена лупил и ни одного а вот есть эндерперл отлично кроме перла мне этого не нужно ничего ничего так так кирка на тебе настоящий стиловской кирки отведай эндерперл это очень хорошо это то что просто доктор прописал я я даже не знаю на что его тратить я не помню крафт крафт вот этой вот фигни нужно лока эндера то есть нужно еще нам и фрита замочить в аду это довольно таки сложно это надо еще крепость там в аду найти так далее все это какое-то какая-то параша какая-то дичь мне впаривают какую-то дичь ладно ну а раз здесь есть полезные вещи разные возле вроде угля или железа то мы здесь естественно их покопаем все таки пещеры бывают полезными по крайней мере здесь эндерменов можно убивать может мне где-нибудь оборудовать спаунер для эндерменов чисто в три блока высотой такую комнату а там у нас дичь значит всякая не хочу я туда лезть а то еще сдохну с эндерперлом тут значит тоже ничего нет а куда откуда я вылез из какой дырки я вылез интересно мне вот из такой глубокой глубокой дырки и продолжу копать естественно в этой самой дырке и чуть не упал в лаву замечательно просто а может под лавой там эти как их там алмазы было бы забавно но к сожалению пока что я их не нахожу нужно копать правильно учитесь как я копаю и копайте так же под себя под собой никогда не копайте это главное правило шахтера так ну что ж о еще оценим давайте что нибудь тут заценим такое что же мы можем заценить ну вот бакпак рестор это у нас есть и я узнал самое главное вот это вот реактивите корр это как раз штука которая улучшает эффективность то есть она уменьшает расход этих энергии на создание какого-либо предмета например на создание алмазов то есть мы то туда сливаем за определенное количество емс этих это энергии все ресурсы разные но получаем мы с 50 процентной эффективностью ресурсы обратно но это все можно изменить как оказалось также я думаю я буду редстоуновые блоки скармливать своему камешку этому так 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 гравий я ему тоже буду скармливать он мне нафиг не нужен кремень вот выпал уже хорошо а вообще нужно наверное взять железную броню и пойти в дэп в данж там наверняка есть много у то разного монстрячего еще я лазурита как то вообще не встречал впрочем он в этой версии знаете что в будущих версиях ну не будущих а в 1 и 8 уже версии майнкрафта для энчантов требуется лазурит для каждого энчанта это просто отвратительно на самом то деле так что там уже просто так не поэнчантишь да захотел тогда и по энчанте сволочи microsoft только портят майнкрафт вот при чем тут лазурит скажите нафига он нужен при энчанте я бы их анально изнасиловал за такие нововведения если кто то есть гей насильник из моих подписчиков пожалуйста изнасилуйте анально пила гейтса и кстати можно также разработчик по крайней мере написал что можно бак пак дело том что вот эти вот моды на батков мод на батпаке и этого же разрабочика которого им вот на эксченсе этот забыл как он называется в общем какой то эксчендж или не эксчендж эквил нет ни эквивалент эквивалент это старый мод вот этот баланс это по моему или как то так ну и в общем то прикол заключается в том что он эти два мода у него в общем то совмещены и и бакпаки короче работают вместе с этим модом эксчейнжем и получается что если ты вот эти вот апгрейды которые для медальона поместишь в бакпака бакпак в ячейку апгрейдного слота или как то так это называется и мне нужен меч мне нужен меч причем срочно причем плевать какой вообще можно и каменный так вот раз кстати видите можно много вкладочный майнкрафт такой тут у нас появился зараза паукан практически до спален салон крипер до спавнился паукан нет и паукана мне нужно убить потому что нитки нужны нам для апгрейдов а именно долбан из пруты зачем вас столько много тут ублюдки на те вам на те 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 стопа вот эти от морские штуки они что ли вот в 18 только появляются вот это хреново то да я люблю этих морских бобиков которые в общем то очень злобные и сильные и противные ну и пожалуй мы на этом закончим серию всем спасибо за просмотр не забудьте поставить лайк всем пока пока